Илья Спиченков, художник-самоучка из Дзержинска, представит на выставке несколько своих картин. Два больших трёхметровых полотна на особым счету. Они будут висеть отдельно и, как планируется, напротив друг друга. Когда я узнал, что тема «Арт России – мост», я вспомнил, что у нас есть одна подходящая картина к этой выставке с видом именно этого моста. И я подумал и решил, что нужно нарисовать вид с противоположного, противоположный вид с другой стороны моста. Вот одна из картин «Только-только закончена». «Осенний Нижний Новгород» – вид от Нижегородской ярмарки. Волей художника на полотне мы видим гораздо больше, чем можем охватить взглядом. Собор Александра Невского, купола Рождественской церкви, речной вокзал, Благовещенский монастырь, Канавинский мост. Необычная перспектива словно приглашает на экскурсию по старинному уютному городу. Здесь много всяких разных соборов, разных известных зданий, мосты, овраги, улицы. Здесь большой кусок Нижнего Новгорода, можно так сказать. Первая картина была написана еще весной и сейчас разобрана, готовится к отправке на выставку. Для нашей съемочной группы Илья составил части в единое целое. И тот же мост, те же храмы, но вид с другой стороны, с набережной Федоровского. Стрелка и новостройки на алом фоне. Как тут не вспомнить, что Нижний Новгород – столица закатов. Эта картина называется «Полет ветра», потому что в этот момент очень был сильный ветер. И казалось, что вот этот ветер поднимает просто все, что нас окружает. И здесь даже машины у меня начали взлетать, и купола отсоединятся от самих храмов и парить где-то в небе. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные как ты. Увидеть картины Ильи можно будет уже в эту субботу. Международная выставка «Арт России» откроется 5 октября. Художник также представит путеводитель по Нижнему Новгороду с авторскими эскизами. Сейчас буклет готовится к изданию. Ирина Стефанёк, Дмитрий Засухин. Время новостей.